Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Так случилось, что сейчас я нахожусь в больнице с перебинтованными ногами. Не такая уж и плохая перспектива, только очень скучно. Навещать меня приходят мои родственники и друзья. Это отлично. Но в больнице я оказался не по своей воле. Правда, человек, которого я спас, так ни разу меня и не навестил. Обидно. Не считаете? Дело было так. Где-то две недели тому назад я возвращался домой с работы. Обычный день. Было не совсем поздно, но из-за плохой погоды и грозовых туч на улице было уже довольно темно. А мне, чтобы дойти до дома, быстрее нужно пройти железнодорожные пути и миновать старый кирпичный завод. Туда я и пошел. Где-то на полпути услышал я громкий детский крик и собаки сразу стали лаять. Я сразу заподозрил неладное и побежал на звуки. Пробежав несколько метров возле завода увидел я мальчика лет 12, который был окружен несколькими бродячими собаками. Размышлять времени не было, и я схватил первое, что мне попалось под руку, и стал отгонять озверевших животных от ребенка. У нас началась борьба. Я их палкой, а они меня стали хватать за ноги. Пока собаки немного поубавили свой пыл и отошли на приличное расстояние, я схватил ребенка на руки и побежал с ним к трассе. Думал, нужно вызвать скорую и оказать ему помощь. И вот мы уже почти добежали, как вдруг меня останавливает мужик. Он вырывает ребенка у меня с рук и начинает на меня тупо орать. Мол, это его сын. Мальчик увидел мужика, узнал его и назвал папой. Я поставил пацана на землю и стал выслушивать морали от такого же злого, как те собаки отца. Мужчина стал упрекать меня в том, что я помешал его воспитательному процессу. Он специально оставил сына наедине с бешеными псами. Тренирует его так. Так сказать, закаляет и воспитывает храбрость. А я такой влез в его воспитательный процесс. Еще и сына хотел его похитить. Ну нормально, я спас человека, а еще при этом и виноватым остался. И вот отец с мальчиком удалились. Я стою такой весь злой и вдруг понимаю, что на эмоциях даже не заметил, как мне покусали ноги собаки. Скорую быстро вызвал и вот теперь валяюсь в палате уже вторую неделю. Называется «Не делай людям ничего доброго» и так не оценят. Но на самом деле больше всего в этой ситуации меня поразили методы воспитания того мужика. Ему ребенка не жалко, ведь именно тот пацан мог оказаться сейчас на моем месте в больнице. А как вы думаете? Напишите нам в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.